Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите информационно-просветительскую передачу «Свет миру». Празднование Собора Архангелов установлено совершать в 9 от марта первого месяца Отцетворения Мира по числу Архангелов. Почитание Архангела Михаила восходит к древним временам и продолжается сегодня. 21 ноября, день празднования Собора Архистратиго Михаила и прочих небесных сил бесплотных, свой престольный праздник отметил Михаила Архангельский храм села Скорняково Задонского района. Божественную литургию возглавил Высокопреосвящение Шеникон, митрополит Липецкий и Задонский, сослужение секретаря епархии протеерея Василия Бельчука и настоятеля храма и романаха Севастьяна Черкасова. Издавна православные почитают Архистратиго Михаила как защитника веры и добра против зла и ересей, поэтому на иконах его изображают с овненным мечом в руке или с копьем, низвергающим дьявола. В день праздника духовенство облачается в белые одежды. Они олицетворяют неизменную чистоту Архангела и непоколебимую верность Богу небесных сил, среди которых самым главным является Архангел Михаил. Верующий особенно молится Архангелу Михаилу как защитнику от врагов видимых и невидимых. Архангел Михаил считается защитником, и, конечно, наверное, хотелось бы пожелать и попросить Архангела Михаила, чтобы он защитил всех, и прихожан, и всех русских людей. Вот, наверное, это самое главное. Если одолевают страсти какие-то детей моих, меня в основном, прошу об этом, а усопших тоже. Вот есть такая молитва очень глубокая, которая читается вот в ночь перед праздником Михаила Архангела, во своих усопших. По окончании богослужения прихожане прошли с крестным ходом вокруг храма, воздавая молитвенное песнопение Архистратейку Михаилу и прочим небесным силам. В России Архангел прославлен своими чудесами с давних времен. Защита русских городов всегда осуществлялась Пресвятой Богородицей, которая являлась небесным воинством под предводительством архистратика Михаила. В своей пастырской проповеди правящий архиерея отметил важность, почитание собора Архистратика Михаила и прочих небесных сил. Для всех верующих сегодня особенное торжество, ведь в День памяти главного небесного покровителя принято поздравлять друг друга с Днем Ангела. 18 ноября клирик храма преподобного Серафима Саровского и Ерея Максим Павловский провел мероприятие в детском саду номер 25 города Липецка, приуроченное ко Всемирному дню ребенка, а также ко дню празднования собора Архистратика Михаила и прочих небесных сил. Цель того, что мы сюда приходим, это и напомнить детям о том, что есть Бог, что есть церковь, то, что в нее надо ходить, и то, что мы без церкви жить не можем, вот и без Бога. Подобные мероприятия в дошкольном учреждении проводятся еженедельно клириками храма. Они вызывают особый интерес у детей, а главное, как считают педагоги, приносят им пользу. Отец Максим очень живой, положительный человек, который очень хорошо влияет на ребятишек. Он с большим удовольствием рассказывает им сказки. В сказке рассказывает не просто рассказывает, а поясняет доброту, что доброго, что злого. Рассказывает о добрых героях и недобрых. И таким образом он воспитывает в детях, вот такими своими православными беседами, на мой взгляд, самые необходимые качества. В этот раз в своей беседе батюшка рассказал детям о добре и зле, о соборе архистратика Михаила, а также подарил раскраски с изображением ангелов, которые дети сразу принялись разрисовывать в разные цвета. После того, как самый первый ангел, которого звали Деницей, он пал и взял с собой еще тоже ангелов, которые тоже сказали, что мы с Богом не хотим, мы хотим сами по себе. И потом с этими хорошими ангелами как раз, получается, воевал ангел Михаил. Вот он с ними долго воевал, долго, долго, долго. Но все-таки, естественно, что сделал? Победил. Да? Потому что что? Добро всегда. Победай Бог! По окончании беседы батюшка пожелал детям всегда оставаться на стороне добра и как можно чаще обращаться к своему ангелу-хранителю. 19 ноября ученики воскресной школы Михаила Архангельского храма села Селки посетили военный аэродром Липецкого авиацентра. Настоятель храма Иерей Илья Азарин показал детям домовый храм в честь пророка Божьего Ильи. А летчики продемонстрировали экипировку для полетов и позволили ребятам почувствовать себя настоящими пилотами. Неподельный восторг у детей вызвало знакомство с советским военно-транспортным самолетом Ан-26 и российским истребителем-бомбардировщиком Су-34, поступившим на вооружение военно-воздушных сил Российской Федерации в текущем году. В рубрике «Благовестники» вы узнаете о том, как прошли первые региональные парламентские встречи, состоявшиеся в рамках международных рождественских образовательных чтений. 14 ноября в Малом зале администрации Липецкой области состоялись региональные парламентские встречи. Они прошли в рамках регионального этапа 23-х международных рождественских образовательных чтений «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси». Это мероприятие охватило всю Липецкую митрополию и представителей различных структур власти, образования, медицины, культуры. Впервые на этой площадке встречаются представители власти, светской власти управленческих структур и Липецкой митрополии, для того, чтобы обсудить уже конкретные вопросы и наметить конкретные пути их решения этих вопросов, наметить перспективы дальнейшего нашего сработничества, потому что вопросы, которые сейчас волнуют общественность, они общие. Парламентские встречи открыли выступления правящих архиереев епархии, митрополита Липецкого и Задонского Никона и епископа Елецкого и Лебедянского Максима. Темой встреч стало обсуждение необходимости совместной работы церкви и светских структур. Большое внимание уделялось образованию. Мы, безусловно, сегодня можем констатировать, что в целом в российском государстве за последние 10 лет прошли серьезные подвижки. Это подвижки связаны с тем, что в образовательную программу пришел курс, который, безусловно, не является религиозным по содержанию, по форме, но это курс, который, образовательный курс, образовательный предмет, который во многом сегодня формирует мировоззрение человека, человека, проживающего на той или иной территории с теми или иными религиозными традициями. Это, безусловно, курс основы религиозной культуры и светской этики. Затем в Липецке, Ельце, Задонске, Чеплыгине, Лебедяне, Добринке и Хлебном состоялась работа чтения по нескольким направлениям. Миссионерское служение церкви, казачество, монашеская традиция, церковь и молодежь, краеведение и другим. Большая часть секции прошла в Липецком государственном техническом университете. О религиозном образовании со студентами поговорил заведующий секцией теологии Липецкого педагогического университета протерей Олег Безруких. В рамках рождественских чтений у нас образована секция религиозного образования в светском вузе. Очень актуальная тема, потому что сегодня ширится интерес к вере, православию, не только в средней школе, но и в высшей школе. И нам хотелось бы студентам теологии поделиться своим опытом, который у нас уже накоплен в педагогическом университете, со студентами технического университета. Обсудить ряд проблем соотношения веры и разума, веры и образа жизни молодых людей. Что нового, интересного бывает в жизни студента, когда в его жизнь входит религия. Несколько секций было посвящено вопросу здоровья молодежи и соблазнов, предлагаемых обществом. Всероссийский благотворительный фонд «Здоровая страна» предложил студентам поразмышлять на тему, какой вред приносят синтетические наркотики молодежи, а также должны ли в образовательных учреждениях учащихся тестировать на прием наркотических средств. Антиреклама наркотиков. Ключевое слово здесь – реклама. И многие нафлюзские лауреаты высказывают свое мнение, что силы действия относили к противодействию, и вообще с этим не нужно бороться, с этим неэффективно. На секции «Свобода человека и вызова современного мира» студентам был показан фильм «Меня это не касается». По окончании просмотра они размышляли на любое содержание. В первую очередь мы сейчас хотели показать фильм, посвященный проблемам наркомании, потому что многие люди не придают большого значения этой проблеме. И самое главное, конечно же, хотели донести, что есть разница между удовольствием и счастьем, потому что люди очень часто это путают, стремясь за удовольствием, терпят фиаско. Поэтому самое главное – искать в этой жизни мудрости, чтобы избивать ошибок, которые очень много допускают именно в молодости. В Липецком государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний имени Чкалова обсудили взаимодействие церковь с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. Тесная связь между двумя этими институтами началась с принятия православия равнопостным князем Владимиром, покровителем внутренних войск, тысячелетию со дня представления которого посвящены рождественские чтения. Именно эта духовная скрепа стала самой надежной для объединяющихся славянских племен. Эпоха его правления стала ключевой для становления православной Руси, ее государственного самоопределения. Кроме того, вера распространялась мирными средствами. Кто не крестится, тот не друг мне. В управлении Липецкой епархии состоялся круглый стол на тему роль епархиальных СМИ в процессе формирования православного мировоззрения. На нем обсуждалась необходимость церкви активно использовать информационное пространство. Не только нашим епархиальным СМИ, не только нашим отделам, но и всем православным христианам не следует, которые ведут активную деятельность в интернете, активную в том смысле, что просматривают страницы, выходят в интернет. И когда заходит разговор о православии, многие просто уходят и ничего не отвечают на это. Потому что вы там ругаетесь, вы там деретесь, псы там разрываете друг друга, так сказать, а мы ничего не будем делать. А молодежь смотрит это, видит, что православных как бы и нет, что православным нечего ответить. На круглом столе обращалось внимание на то, как изменилось официальное издание Липецкой епархии, газета «Липецкие епархиальные ведомости». Также участники увидели анонс нового сайта Липецкой метрополии. Рассматривался вопрос, какой должна быть информация на епархиальном сайте. Какой должен быть все-таки епархиальный сайт? С одной стороны, это корпоративный портал, где должна быть информация интересная священникам, в первую очередь клирикам, работникам епархиального управления. То есть, какие указы, где были опубликованы, чем занимается правящий архиерей, отчеты священников и так далее. Но, с другой стороны, епархиальный портал должен быть такой вот широкой миссионерской площадкой с той целью, чтобы человек, абсолютно не отрековленный, зайдя на сайт, чем-то заинтересовался и, в общем-то, в лучшем случае начался процесс его какого-то такого вот отрековления. Организаторы чтений, отделы религиозного образования и катехизации Липецкой епархии, Управление внутренней политики области и технический университет остались довольны итогами чтений и планируют сделать чтения традиционными. На чтениях было хорошее представительство светских властей, потому что очень важно, чтобы эти проблемы, наш голос, наш церкви, вот митрополии был услышан теми, кто на своих местах может принять какие-то тоже конкретные меры, я имею в виду, может быть, и на законодательном уровне, какие-то, может быть, на региональном уровне сформировать нормативно-правовые акты. Среди целей чтения – разработка и обсуждение методик, программ, рекомендации, способствующих духовно-нравственному развитию, обмен практическим опытом в вопросах воспитания и образования. Дискуссии, происходящие на чтениях, показали их актуальность и значимость для области. Завершились чтения в Задонском Рождество Богородицком Мужском Монастыре. В рубрике «Тебе поем» смотрите концертный номер Православного солдатского хора инженерных войск «За веру и Отечество». Песня «За веру и Отечество» 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 Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот ушок разожглись, подшагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Вот ушок разожглись, подшагаю с работы устала. Я люблю тебя жить, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне не мало дано, ширь землей и равнита морская, Мне известно давно бескорыстная дружба мужская. В зоне каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя, Есть любовь у меня, жизнь и знание, что это такое. В зоне каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя, Есть любовь у меня, жизнь и знание, что это такое. Как поют сави, полумрак, поцелуй на рассвете, И вершина любви, это чудо великое, дети, Вновь мы с ними пойдем, детство, юность, вокзалы, причалы. Схудут ноги потом, все опять повторится сначала. Пам-пам, ах, о, какой ветер! Пам-пам-пам, мы грустим, сиделом, замечая жестыков. Пам-пам-пам, мы грустим, что не знал, что погибли, тебя защищая. Так леку и вершись в трубных звуках весеннего гипна. Я люблю тебя, жизнь и надеюсь, что это взаимно. Так леку и вершись в трубных звуках весеннего гипна. Я люблю тебя, жизнь и надеюсь, что это взаимно. Мы завершаем передачу словами святителя Филарета Московского. Чего не понимаем в поведении ближних, то хотя бы и казалось странным, должно стараться видеть с лучшей стороны. Мы прощаемся с вами на неделю. Ангела вам, хранителя! Субтитры подогнал «Симон»